Братская Беларусь Отметили праздник 70-летия Победы, праздник разгрома нацистской Германии Позвольте и мне лично, от себя, а также от имени всей команды новостей славян Поздравить всех вас с праздником нашей Победы И пожелать вам только одного, чтобы все мы никогда не забывали подвига наших отцов и дедов И все то, что они сделали для нашей свободы, для нашей жизни Но отметил и Запад этот праздник, отметил по-разному Никогда еще за 70 лет вокруг этого великого праздника не было такой яростной схватки И в информационном, и в идеологическом отношении И даты на Западе поменяли И Георгиевская ленточка, и Знамя Победы Их привозили буквально в бешенство и приводят И планировали они, что Путин будет один стоять на трибуне Мавзолея И принимать только с россиянами парад Победы Это ж сколько было телефонных переговоров между западными лидерами Поехать или не поехать в Москву А как чешского президента Милоша Земана уговаривали не ехать на 9 мая на парад И это только кажется, что бред На самом деле это реальная холодная война Точнее ее второй этап Когда в Прибалтике по улицам пошли официальные парады недобитых нацистов Все мы как-то возмущались, но терпели Когда в Грузии во времена Саакашвили начали уничтожать памятники советским солдатам Все мы тоже осуждали, возмущались, но надеялись, что все как-то обойдется Но вот когда нацисты и бандеровцы через государственный переворот Установили свою власть на Украине, преступную власть То очень многие журналисты, политики, историки Поняли, что надо браться за это дело всерьез и надолго Иначе доиграемся И будут уничтожены все наши святыни, вся наша история А потом и нас сделают рабами Когда в Киеве вот сейчас зазвучали тезисы Что, дескать, бандеровцы воевали против нацистской Германии За независимость Украины То это есть уже крайняя точка лжи И сейчас мы поняли всю опасность момента И выстроили целый информационный фронт Для защиты нашей победы И совершенно открыто С четко отчерченной позицией в эту борьбу Включились и российские федеральные телеканалы И множество сайтов в интернете Стоящих на здоровых патриотических позициях И это очень-очень здорово Одна георгиевская ленточка на груди У ведущих теленовостей А сколько сразу солидарности пробуждается у телезрителей И наши противники начали, как говорится, путаться в показаниях И буквально нести откровенную околесицу Типа это СССР напал на Германию И Украину в 41-м году Так заявил Яценюк, все мы это помним А МИД Польши, схитыно Заявил, что это украинский фронт Украина освобождала, дескать, освенцам А не Красная Армия Такую несут околесицу, что уши вянут У них просто не получается склеить Нужную для них историческую и идеологическую картинку Создать нужную обертку для украноцистского режима Потому что истина всегда одна Двух истин никогда не бывает Истина в данном случае заключается в том, что Основной вклад в разгром нацистской Германии и ее союзников Внес Советский Союз Внес русский солдат Поэтому за него, за русского солдата И поднял тост Сталин И никто не думал тогда, кто какой национальности И воевали солдаты всех национальностей как единое целое И сейчас ветераны, давая интервью, постоянно это подчеркивают Поэтому мы победили, потому что были как единый кулак Но мы не имеем права сейчас останавливаться в этой нашей работе Чтобы не получилось так, что после 9 мая займемся только будничными новостями Будничной политикой Это должна быть системная работа И с молодежью особенно А не простая компанейщина Приуроченная к Дню Победы Наше дело правое И победа будет за нами В войне против нашей истории Но пойдем дальше На Украине готовится пятая волна мобилизации Этот процесс называют еще Добилизацией или могилизацией В этой связи вот совсем недавно Так называемые батальоны Нацгвардии Выложили вот такие фотографии своих убитых Эти батальоны не желают подчиняться Министерству обороны И Генеральному штабу Украины И чтобы показать Какое бездарное командование сидит в теплых кабинетах в Киеве Они и опубликовали эти фотографии Их очень много Я покажу несколько Я прошу сразу У кого нервы слабые Не смотреть этот ужас А детей убрать от мониторов Я вывожу на мониторы только самые мелкие планы Исходя из чисто этических норм журналистики И я специально показываю эти фотографии Накануне вот этой пятой волны мобилизации Пусть те, кто пойдет воевать против Донбасса Посмотрят эти фотографии И сделают для себя выводы Пусть увидят свою перспективу Коль скоро решат Стать безропотным пушечным украинским мясом В руках киевской хунты и ее западных хозяев Этим убитым молодым здоровым мужчинам Жить бы да жить, работать, детей воспитывать Да на море семьи летом вовозить Но у них не хватило ума Хоть чуть-чуть включить свои мозги, извините И подумать За что и за кого они воюют И против кого они воюют Против таких же, как они сами Только одни из Львова и Киева А другие из Донецка и Луганска А между ними Между ними стоит хунта Которая истравила их между собой Вместо того, чтобы объединиться Да всем вместе шугануть эту хунту метлой Вот лежат, смотрите, спят вечным сном И есть неопознанные тела Их очень много Так и написано на бирках А ведь матери ждут день и ночь Смотрят на дорогу Где там мой И всю жизнь будут теперь ждать и надеяться И все эти ужасы Имеют место быть только ради того Чтобы одни олигархи Сменили других олигархов Вот и все Вот это и есть результат Майдана в Киеве Это закономерные результаты А дальше будет еще только хуже на Украине Пока этот режим там будет существовать С этим режимом у Украины У украинского народа нет Абсолютно никаких исторических перспектив Потому что вот смотрите Командующий войсками НАТО в Европе Генерал Брэдлов Выступая в Конгрессе заявил Война есть мир А Россия агрессор И Европе надо готовиться к отражению атаки С ее стороны Оказывается, это не НАТО расширяется на восток Это Россия приблизила свою территорию К границам НАТО Вот попробуйте придумать такой выверт Это же целое искусство И Украине отводится в этом процессе Роль военного плацдарма Для такой защиты НАТО и Европы От России О какой перспективе Украины В таком случае можно говорить Вот судя по фотографиям Которые я вам показал Именно быть только пушечным мясом В руках Запада А чтобы граждане Украины не могли все это понимать Во всем этом разбираться Вот сообщается СБУ Заблокировало 30 тысяч интернет-сайтов Конечно же за пророссийскую пропаганду А за что же еще? Да на команда все проблемы Киева Валить на Россию Вот тут же перечень этих сайтов Чтобы люди и весь мир не знали Что реально происходит в стране Надеть на страну информационный колпак Как там у Нюллера, помните? Убийство и аресты журналистов Запрет работы СМИ Запрет Компартии Превращение несогласных В политических беженцев Это полное копирование методов Нацистской Германии Только как можно остановить информацию? Есть множество-множество-множество способов Обойти эти запреты Да хотя бы достаточно скачать Тот же Тор-браузер И этот чеснок Ну у этого браузера Чеснок это логотип Так вот этот чеснок Делает все запреты смешными и нелепыми Так что ЦРУшники Которые занимают сейчас целый этаж В здании СБУ Сперед трясутся в бессильной злобе И еще Еще важнейшее наблюдение Очень важное Впервые в истории Именно при Обаме США как государство Открыто установили Именно нацистский режим В другой стране Как государство, подчеркиваю Да, Гитлера и его режим Они тоже привели к власти Но там работали банкиры Из США и Британии Они накачали Гитлера кредитами Для войны против СССР Эта информация уже открыта Известны и имена этих банкиров И компании И через какие банки Гитлера вооружали Но сейчас на Украине Именно Госдеп С Вашингтоном и Пентагоном То есть государственные органы Стали главными создателями Открытого нацистского режима На Украине Разумеется, руками местных поклонников Укронацизма И это даже не скрывается Это невиданное в истории Вмешательство в дела Другой страны Это чтобы государство Было до такой степени раздавлено И чтобы так был растерзан Государственный суверенитет И весь этот спектакль Назвали революцией достоинства Какое уж тут достоинство Без штанов И с постоянно протянутой рукой Ходит по всему миру Ведь это как же надо унижать Это самое достоинство Украинского народа А это означает только то Что Украина при этом режиме Стала частью Стала заморской колонией Американской империи Но вот как содержать эту колонию США не знают Сейчас дали на Украине Команду полный вперед И зеленый свет Генно-модифицированным Продуктом корпорации Монсанто Теперь утилизация Человеческого материала Пойдет на Украине Быстрее Через отраву В продуктах питания Так рассуждают В Вашингтоне А 99% населения США Совершенно не знают О роли Вашингтона В событиях на Украине Там Выстроены так Информационные потоки И в завершении На сегодня Знаете, хочу Сочетать вам Отрывок Из одного письма Которое Пришло ко мне С Украины Письма ко мне Идут буквально Потоком Каждый день И вот Одно из таких писем Фамилию Автора я Естественно Не называю И вот там Такие строки Многие наши Истинно Патриотические СМИ Говорят о том Что все жители Украины Полностью легли Под фашистскую власть И сами виновны В сложившейся ситуации На самом деле Большинство жителей Оккупированной Украины Находятся В худшей ситуации Чем даже В 42-м году Когда наши земли Были под властью Фашистов Вся власть На всех уровнях Захвачена Фашистской Идеологией Предателей Временщиков Большинство Жителей до сих пор Смотрят ТВ Слушают радио Читают газеты Пронизанные пропагандой Навязанной госдепом США Многие из них Находятся в состоянии Психологической Неадекватности Не могут понять Зачем стояли на Майдане Жизнь стала намного хуже Многие потеряли Своих детей На Донбассе Наши патриоты В своем большинстве Обвиняют Население Украины Почему оно терпит Эту власть Надо подниматься И сметать ее Брать власть В свои руки Но без помощи Великой России Малая и Белая Русь Не устоят Тоже Многие патриоты Говорят Что мы Россия Украина Беларусь Братские народы Не верьте Это неправда Мы не просто Братские народы Мы Один народ Конец цитаты Знаете Здесь требуется Одно уточнение При немцах Было не легче Тогда В 41-45 годах Было понятней Где враг А где друг И только в этом Смысле Было легче А сейчас идет Война гражданская Война развязанная Внешним врагом А то Что мы Единый народ Как одно древо С тремя корнями И никаким ураганом Это древо Не повалить Здесь я Подписываюсь Под каждым Словом И на этом У меня сегодня все С новостями Славян из Минска Был я Евгений Новиков Сами думайте И сами анализируйте Мира и добра Ваши дома И мы встретимся Ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин